Сегодня в Чебоксарском районе прошло расширенное заседание Совета по национальным проектам. Приехали главы всех муниципалитетов Чувашии. Как они проработали в прошлом году и куда двигаться дальше в условиях непростой экономической ситуации? Руководители районов сейчас разрабатывают программы. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Расширенное заседание Совета началось с вопроса, который не вошел в повестку дня, но сейчас особенно актуален. Глава республики поинтересовался, как муниципалитеты справляются со снегопадами. Министр дорожного хозяйства отметил, что накануне были мобилизованы все силы. На федеральных трассах даже пришлось ограничивать движение машин. Проезжую часть удавалось убирать оперативно. Своевременная подача тягачей от служб подрядчиков со снегопадом, Наталичич считает, что справились. В том числе и хочется поблагодарить глав администрации муниципальных образований за ту работу, которую проделали в течение двух этих суток. В принципе, все сработали. На сегодняшний день нужно доработать. Где вывозить снег, необходимо вывезти. Доработать в расчистке дворовых территорий. От ситуации с сегодняшнего дня к вечным темам. В прошлом году некоторым районам так не удалось выполнить задачи по воду жилья. В лидерах только Чебоксары. В столице было построено более 330 тысяч квадратных метров. Те, кто попал в антирейтинг, обещают исправить ситуацию до конца этого года. У глав администрации уже разработаны конкретные планы. В Малопишевском и сельском поселении Шихазанов планируем вместе со строителями начать строить многоэтажные дома для коммерческого жилья, которое у нас пока не строилось. Строились только по программам, по пассиротам, по переселениям и по многодетам. В этом году в республике необходимо нарастить и объемы водожилья экономического класса. В республике было включено число субъектов, на территории которой осуществляется реализация программы «Жилье для российской семьи». И в рамках данной программы до 1 июля 2017 года мы планируем построить дополнительно не менее 210 тысяч квадратных метров жилья именно экономического класса. Соответственно, это позволит улучшить жилищные условия порядка 5 тысяч семьям республики. В агроотрасли тоже наметились проблемы. По итогам прошлого года в республике сократились объемы произведенного мяса. Спасти ситуацию могут только инвесторы и районам необходимо активно их искать. В то же время крупные хозяйства в этом году планируют построить новые комплексы. «Цивильский бекон у нас будет расширять производство в Цивильском районе, Красноармейской районе, Таебинка будет. Но и еще планируем, вот сейчас решается вопрос, все-таки по ударнику, если мы его разрешим, то все-таки там тоже будем запускать производство мяса свиней». Как будут реализовываться национальные проекты дальше – вопрос времени. Очевидно, что-то будет откорректировано. Не исключено, что многим предприятиям придется оптимизировать деятельность и сократить штаты. Тем, кто останется без работы, в республике помогут. Все те люди, которые будут высвобождаться по тем или иным причинам, мы будем переобучать, мы будем переквалифицировать. Если кто-то хочет на самом деле другую профессию получить, они это смогут сделать. Для этого в бюджете соответствующие средства предусмотрены. Не будет хватать этих средств, Дмитрий Анатольевич Медведев подтвердил, будут выделены дополнительные средства. Как районы будут развиваться даже в условиях кризиса, руководители должны представить подробные программы развития муниципалитета до конца этого месяца. Митр Ковалев и Александр Петров. Республика.